Я вообще не увидела ответа, объясню почему. Потому что, ну, подобные законопроекты, я работала в свое время и в парламенте тоже, да, нужен предмет, основание, для чего принимается очередной закон, которых у нас уже, ну, столько принято, и механизм исполнения. Так вот, как военные корреспонденты мы бы хотели услышать от авторов причину, основание. Мне не стыдно ни за один материал. Я считаю себя патриотом и считаю, что мои коллеги тоже патриоты. И только, ну, это мы, я не считаю, что мы герои, находясь там. Мы делаем свою работу и имеем честь находиться с героями рядом. Так вот, каковы основания были, кроме 29%, о которых, честно говоря, вот сейчас мы и узнали. Потому что ни разу я не чувствовала, как говорят, рука Кремля в своей работе прикосновения этой руки. Более того, доредактирования я не ощущала, потому что нам доверяют, и самое главное доверие это военных. И вот сейчас такими законопроектами, такими заявлениями, все же понимают, против какого канала идет война, просто там провоцируется травля. Люди подхватывают вот этот фаз, не разбираясь даже в деталях. Я бы хотела услышать, в каком конкретно, в Верховной Раде, чтобы депутаты сказали, в каком конкретном материале была пропаганда российская. Мы не позволяем даже себе называть боевиков ополченцами. Мы боевиками-то их редко называем, если честно. Это террористы, которые воюют на Востоке при помощи Российской Федерации. Я воспринимаю это как оскорбление нашей работы. То есть все, что мы делали до этого, просто нивелируется и просто перечеркивается. И то, что вы сегодня говорили про население, про людей, которые находятся на украинской территории, их обстреливают. Вот очень важный вопрос, почему Верховная Рада, почему правительство не занимается тем, чтобы они смотрели украинские каналы. Я помню, когда я была в Луганске в мае месяце, и когда за углом прячась, люди говорили, пожалуйста, делайте что-то. Это зомбирование, мы хотим смотреть наши каналы под страхом того, что их могут, это было в тылу врага. Но они хотели смотреть. И чтобы не терять вот этих людей, этих украинцев, сейчас мне звонят из Авдеевки, из Песов, люди, которые говорят, у нас нет милиции, у нас нет мэра, у нас нет никакой помощи правительства, мы сидим без денег, помогите нас обстреливать, помогите с транспортом, кому бежать. Может быть, вот заняться скорее этим, а не травлей именно журналистов. Ведь вы же понимаете, что травят именно журналистов.